Смертельный удар. Голливудские учения. Избитые дети. В эфире Днепр Оперативный. С вами Анатолий Ивченко и мы начинаем дайджест событий. Смертельный удар. Страшный инцидент произошел на набережной Победы. По словам очевидцев, мужчина вышел из своего транспортного средства, чтобы его починить. В определенный момент ему стало плохо. Он упал на землю и сильно ударился головой. На место происшествия приехали несколько машин скорых. Но спасти горожанина не удалось. Подробности выясняются. Разлетелись на части. Очередной нарушитель правил. По предварительной информации, автомобиль Шкода двигался по улице Березинской. В этот момент из второстепенной дороги выехало авто-джип. Его водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение. В ДТП обошлось без пострадавших, но обе машины получили значительные повреждения. Из-за аварии движение на участке было затруднено. Несчастный двухколесный не уступил и покалечил. На улице Андрея Сахарова произошел несчастный случай. По данной улице ехал автомобиль Volkswagen. Поворачивая на перекрестке, его водитель не уступил дорогу проезжающему мимо мопеду и врезался в него. В результате столкновения шофер двухколесного получил тяжелые увечья. Перелом правой ноги и открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего доставили в больницу. В инциденте разбираются полицейские. Новости от соседей. Похищали, пытали, грабили и убивали. В Харьковской области задержали группу людей, которые жестокими методами отбирали у людей квартиры, а после навсегда избавлялись от своих жертв. Как сообщают в полиции, свою деятельность черные риэлторы начали еще в 2019 году. Они находили одиноких или тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, похищали их и через поддельные документы отбирали недвижимое имущество. К каждой жертве находили индивидуальный подход. Кого-то спаивали алкоголем, кого-то избивали, а у кого-то банально отбирали документы на квартиру. Но конец у всех одинаковый. Потерпевших убивали. Полицейским удалось задержать организатора группировки и еще восьмерых участников, а также спасти двоих людей, которых ждала печальная участь. Открыто криминальное дело за организацию ОПГ, мошенничество и умышленное убийство. Как в Голливуде, днепропетровские полицейские обезвреживают опасных бандитов. Правоохранителям пришло сообщение о разбойном нападении на автомобиль и краже большой суммы денег. Для захвата были осведомлены все полицейские Днепра, а на выездах из города организованы блокпосты. Позже стало известно, что у злоумышленников есть заложник, и они забаррикадировались в заброшенном здании. Правоохранительными органами было принято решение идти на штурм. В результате защитникам правопорядка удалось спасти заложника и обезвредить грабителей. Так проходили учения подразделений полиции и нацгвардии в Днепропетровской области. Схватка близнецов не увидели друг друга. Красный Дэо двигался по улице Титова. В этот момент на улицу Новокрымскую начало поворачивать зеленое авто Дэо. Его водитель не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение. От сильного удара машины вылетели в ограждение. В результате столкновения пассажирка первого транспортного средства ударилась головой, но от госпитализации отказалась. Детали ДТП выясняются. Неудачные выезды не смогли поделить перекресток. Автомобиль Ауди двигался по улице Сичевых Стрельцов. В этот момент из улицы Бородинской выехал авто Вольцваген. Его водитель не уступил дорогу первой машине, из-за чего произошло столкновение. От сильного удара транспортные средства получили значительные повреждения, но несмотря на это в аварии никто не пострадал. Подобное ДТП произошло и на левом берегу города. По предварительной информации маршрутка двигалась по улице Петрозаводской. В этот момент из улицы Считовой выехало авто Пежо. Водитель легковушки не предоставил преимущества в движении автобусу, вследствие чего и произошло столкновение. В результате удара 14-летняя пассажирка маршрутки получила порез руки. Ее госпитализировали. Обстоятельства обоих инцидентов выясняют полицейские. Дети под колесами. Серьезное ДТП произошло в Братском. По предварительной информации автомобиль Пежо сбил двоих несовершеннолетних, которые переходили дорогу по зебре. В результате сильного удара дети получили многочисленные травмы. Их экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепра оперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательнее на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова